Слава Украине! Привет всем от Волонского! На России предстоит огромнейший финансовый кризис, коллапс и банкопад. В стране категорически не хватает денег. То есть, смотрите, и не то что в стране, а в банках. В банках категорически нет денег, чтобы, как вам объяснить, чтобы выдать их тем людям, которые их туда вложили. Причем, ну понятно, что ни один банк не может сразу взять и выдать все деньги, которые в него вложили. Есть какие-то нормы для этого. Так вот, в России эти нормы уже в 5 раз перебиты. И, соответственно, у банков, у отделений даже приблизительно нету даже, я говорю, даже за рубли, какая там валюта, которая у кого-то там на счетах. Нет, у людей нету даже рублей, у банков нету даже рублей, чтобы банально выдать людям те деньги, которые они захотят потратить на Новый год. Этих денег нет уже. Поэтому, если вы успеете, там, добежать до банка, еще как-то снять деньги с банкомата, окей, не успели, значит, ну вот будете палец сосать или лапу сосать на Новый год. Да. Так вот, то, что в стране наблюдается нехватка денег, ну, есть некие признаки, которые об этом говорят. Из страны сбежали 50% официальных долларовых миллионеров. То есть, каждый второй уже сбежал, а остальные на лыжах. Из страны сбежали практически все долларовые миллиардеры. Я не знаю, кто из них там сейчас живет еще на России, но большинство, несмотря на санкции, дернули другие страны и пытаются пережить вот эти вот черные, грядущие черные времена где-то там. Понятное дело, что сбежали они. Понятное дело, они с пустыми руками. И уж точно не оставляли деньги на счетах в российских банках. То есть, на сегодняшний день в российских банках не хватает огромного количества денег, которые люди могут востребовать хоть завтра даже. Нету денег. Смотрите, только за третий квартал 22-го года россияне сняли со своих счетов свыше 8 триллионов рублей. Это является абсолютным рекордом вообще за все существование Российской Федерации. А еще ж учтите такой момент, что кроме того, что они сняли 8 триллионов рублей наличными, они еще делали покупки впрок. Но даже несмотря на то, что россияне, ну скажем так, они не отключаются самым высоким IQ в мире, но даже они понимают, что у них в стране что-то идет не так, и они судорожно сейчас пытаются перевести рубли, которые будут, как вам сказать, российские рубли очень скоро будут как советские рубли. Номинально они есть, но купить за них что-то будет невозможно из-за санкций. Уже невозможно. Уже, понимаете, в стране, в которой там живет, ну пускай, конечно, 140 миллионов там нет, но миллион уже 90 с чем-то плюс население там есть. А вот товары, которые туда не могут завести на сегодняшний день, хватает пускай миллионов на 20, на 30. А остальным чего? Санкции. Да, они завозят, все говорят, санкции они обходят, они завозят товары через Казахстан, через Армению, я не знаю, там через Науру, еще как, через Кирибати, как-то так, да. Но, извините, сколько, какое количество товаров они могут завести? Речь идет о огромных количествах, с тем, чтобы удовлетворить большую страну, понимаете? А, извините меня, через Кирибати, самолетами или зажигалками ты много не завезешь. Соответственно, россияне сбросились скупать товары, пользуясь последними рублями, которые у них есть в наличии. Кстати, правильно делают, нужно скупать обязательно, потому что очень скоро этих товаров в магазине не будет, поэтому очень разумно поступают те жители немытые, которые как можно быстрее пытаются отоваривать вот эту бумагу, ничего не стоящую, которая там называется рубли. Рубль это не деньги, я тысячу раз об этом говорил. Рубль это, это макулатура, условно, которую условно почему-то считают деньгами. Вот то, что они хотели ссылать о долларе, что вот доллар там, за него ничего не купишь, потому что их много напечатали, мол. Так вот за доллар как раз купишь. Почему? Потому что худо-бедно, доллар считают деньгами во всем земном шаре, да. А рубль считают деньгами только вот на этой территории, ограниченной колючей проволокой и вышками ГУЛАГа. Сами понимаете, что эта территория ничего не выпускает, ничего не делает, вы же сами прекрасно знаете, Россия не делает ничего, кроме нефти и газа, и те попали под санкции, и угля, и золото. И все это попало под санкции. Плюс, учитывая то, что сейчас на Россию запрещен ввоз подавляющего, знаете, подавляющего количества критических для очень многих россиян товаров, например, таких как ноутбуки, это критические вещи. Телефоны и так далее, и так далее. Ожидается дефицит абсолютно всего. И поэтому совершенно, естественно, желание россиян скупить вот этих товаров как можно больше. А для этого они снимают деньги из банков, для этого они несутся с этими деньгами в магазин, чтобы что-нибудь купить, хоть где-нибудь, хоть как-нибудь, пока оно не исчезло вообще. А более того, они не только снимают деньги из банков, они еще и берут кредиты. Они сейчас берут колоссальное количество кредитов, несмотря на то, что банки ужесточают выдачу кредитов. Они берут колоссальное количество кредитов. И смотрите, их задолженность по кредитам на сегодняшний день более 26 триллионов рублей, из которых более триллиона уже просрочено. То есть люди берут кредиты, которые они прекрасно понимают, что возвращать не будут. Для чего они их берут? Чтобы купить хоть что-нибудь, пока еще за этот рубль, хоть что-нибудь можно купить. Короче говоря, на сегодняшний день в результате, пытаясь избежать банкопада, аршисты вводят такое, знаете, ручное управление банками. На сегодняшний день ручное управление попали, то есть когда не рынок уже, не какой-то совет директоров, сообразуясь с требованиями рынка, руководит банками. А просто назначенный правительством чиновник, под видом совета директоров, которого он уже не слушает, скажем так, употребляет этот банк в таком виде, в котором ему надо. Это долго не продлится, это рухнет все равно. Но таким образом на сегодня работают Тиньков, Альфа-банк, Почта-банк, ВТБ, Росбанк, Уралсиб, Русский Стандарт Новикомбанк, Агропромкредит, Промсвязбанк, Россельхозбанк, Ренессанскредит, Совкомбанк, а также Сбербанк. Это все работает сейчас в ручном управлении. А Сбербанк ради экономии, чтобы вы представляли себе, закрыл 900 отделений. А потому что они все невыгодны. Они все Богу душу отдают. Еще одно. Я уже говорил о том, что денег не хватает в этих банках. Так вот, говорят, не только не хватает наличных денег для россиян, но и без наличных. Об этом говорят менеджеры банка. И что делать, когда клиенты хотят снять денег, а банковское отделение просто-напросто не может их выдать, потому что денег нет. Они делают то, что можно делать в такой ситуации. Они закрывают отделение для техобслуживания. У них, мол, что-то случилось. Выдумывают какие-то форс-мажорные обстоятельства, почему вот именно сегодня банк не может выдать деньги, и т.д. и т.п. то есть пытаются какими-то техническими заковыками на сутки, на двое, на трое и оттянуть неизбежное. Это просто говорит о том, что, знаете, это судороги банковской системы. Я не хочу, поймите правильно, я не хочу сказать, что завтра российская банковская система рухнет. Нет, она рухнет не завтра, она рухнет немножечко позже. Рухнет под грузом проблем, которые она не сможет преодолеть. Но самое главное, что рухнет она вот от чего. Из-за того, что люди в массе своей поймут, что их обманывают, что банковская система не в состоянии вернуть им те деньги, которые они в нее вложили, и не в состоянии обслуживать их нужды. В этот момент все ринутся забирают свои деньги, зарплаты, у кого там что есть, у некоторых есть деньги настоящие, из банков, а банки ничего выдать не могут, потому что денег у них нет. И вот тут рухнет все. Это будет похоже на то, как рухнули советские вот эти вот все, ну, советские. Советский один банк был, Сбербанк, да, Сберкасса в конце 80-х, то есть 89-90-й год. Только будет намного хуже и намного обиднее, потому что, ну, потому что уже все привыкли жить, знаете, по новым меркам каким-то, а не в Сардепии, да, привыкли к определенному уровню банковского сервиса, худо-бедно, к тому, что банки есть, и одни их любят, одни их не любят, но они, эти банки дают какую-то видимость нормальной жизни, этого всего больше не будет, оно сейчас у них рухнет, и Россия благополучно перенесется туда, куда они все так пламенно желают перенестись, то есть в Совок, они же стремятся к Совку, вот видите, все, что они делают, в последнее время они пытаются восстановить Советский Союз, пытаются восстановить ГУЛАГ, Расстрелы, вот это все им нравится, вот туда они, собственно говоря, сейчас и влетят, поэтому, я не знаю, сколько после кризиса огромного, вот этого, который предстоит на России, у них останется банка, вполне возможно, что останется один или два государственных банка, будет везде сберкасса с огромными очередями, с этими всеми делами, атрибутами Совка, и толстомордыми кассиршами 200 килограмм весом, вот, по всей видимости, так оно и будет, не сразу, конечно, то, что будет довольно скоро, это будет банкопад, и банкопад, это будет еще не самая главная проблема этой загнивающей страны, слава Украине!